Мы провели насыщенные переговоры с моим азербайджанским коллегой, которые были весьма и весьма полезными. Они отразили тот факт, что наши отношения сегодня продолжают поступательно развиваться в духе союзничества, дружбы и добрососедства. Это трудно переоценить в этой связи ту роль, которую играет регулярный доверительный диалог на высшем уровне между нашими президентами. Ранее в этом году, в сентябре, состоялся визит в Азербайджан представителей Государственной Думы Вячеслава Володина. Ну и мы с Джейхоном Азизовичем регулярно общаемся. Я в июне имел удовольствие быть с визитом в Баку. Сегодня ответный визит наносится в Российскую Федерацию. Ну и также мы встречаемся на полях различных многосторонних мероприятий, в том числе виделись в октябре в Астане на полях мероприятий Содружества независимых государств. У нас единое мнение, что знаковым событием уходящего года стало подписание 22 февраля в Москве нашими лидерами декларации о союзническом взаимодействии. Документ без преувеличения является историческим и задает вектор для нашего самого тесного партнерства, сотрудничества на долгие годы вперед. В нынешнем году состоялось более 20 совместных мероприятий, которые были посвящены 30-летию установления дипломатического отношения между нашими странами. И сегодня вы стали свидетелями очередного такого мероприятия, торжественной церемонии гашения специальной юбилейной почтовой марки и презентации сборника российско-азербайджанских документов. Сегодня мы также подписали очередной план консультации между нашими министерствами на 2023-2024 годы договорились продолжать конструктивное взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств на всех направлениях. Россия один из ведущих торговых партнеров Азербайджана. В этом году состоялось уже 20-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. И за 10 месяцев нынешнего года товарооборот вырос внушительно, превысил отметку в 3 миллиарда долларов. А по итогам года мы ожидаем рекордных 4 миллиарда долларов объем нашей торговли. В повестке дня реализации целого ряда крупных проектов, в том числе таких важных и заметных, как производство грузовиков газ, развитие сервисного центра вертолетов России и целый ряд других. Наши экономические операторы готовы самым активным образом участвовать в совместных проектах с азербайджанскими коллегами, в том числе в постконфликтном восстановлении азербайджанских территорий. Мы высоко ценим культурно-гуманитарные, образовательные взаимодействия. Мы подтвердили нашу признательность азербайджанским друзьям за их бережное отношение к русскому языку, к культуре. Будем и далее укреплять культурные, образовательные связи и укреплять связывающие нас общее языковое образовательное пространство. Мы отметили углубление обменов по линии молодежи двух стран. В этом году прошли два форума молодежных инициатив России и Азербайджана в марте в азербайджанском городе Гусар, а в сентябре в Нижнем Новгороде. Это первые мероприятия такого рода. Мы договорились их всячески поощрять и поддерживать. Сверились по актуальным международным и региональным сюжетам, подробно обсудили весь комплекс вопросов армяно-азербайджанской нормализации в русле тех трехсторонних документов, которые были подписаны начиная с ноября 2020 года президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении. И эти документы, по нашему общему убеждению, остаются солидной, прочной, надежной базой для полноценного урегулирования всех вопросов, включая сблокирование транспортных и экономических связей, включая делимитацию границы между Арменией и Азербайджаном и выход на конкретные договоренности по заключению мирного договора. На всех этих направлениях Российской Федерации готовы оказывать сторонам содействие, в котором они заинтересованы. Говорили мы и о деятельности консультативной региональной платформы 3 плюс 3, имею в виду три Южно-Кавказские республики и три их соседа России, Иран-Турция. Это в свое время была инициатива президента Азербайджана, состоялась первая встреча. Сейчас мы готовим очередное такое мероприятие и согласовываем конкретные даты и повестку дня. Договорились и дальше тесно сотрудничать в рамках Каспийской пятерки, в рамках Сотружества независимых государств, ООН и поддерживать инициативы друг друга на ключевых международных площадках. В целом, по-моему, мы можем выразить удовлетворение состоявшимися переговорами, которые, конечно же, будут способствовать дальнейшему углублению связи между Россией и Азербайджаном, поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе Южного Кавказа.